В этой лаборатории помогают раскрывать преступления, изучая воздушные потоки. Зеркала, лампочки и даже лазеры позволяют увидеть малейшие раздычия в температуре и плотности воздуха. И, например, понять, как в помещении оседают частицы наркотиков, установить, кто стрелял из оружия, и рассмотреть, как частицы попадают из запечатанной коробки наружу. Отличный, суперчуткий инструмент для химического анализа известен нам давно. Природа подарила нам лучший химический анализатор — нос собаки. Это Бабблс. Точная копия носа лабрадора-ретривера, напечатанная на 3D-принтере. Мы пробовали задействовать полицейских ищеек, но они быстро начинают клянчить еду и капризничать. 4 секунды материала за сеанс слишком мало. Собаки прекрасно слышат слабые запахи даже с большого расстояния. При этом дышат они особым образом, совершая серию быстрых вдохов и выдохов около 5 секунд. Обратите внимание на пульсирующее движение воздуха возле... Предположим, это кусочек корма. Вот это корм. Видите, как движется воздух? Удивительно, но учуясь запах издалека, собакам помогает не вдох, а выдох. При выдохе из каждой ноздри собаки выходит турбулентный поток. У нас, кстати, тоже. Подставьте руку и почувствуйте. Две струи воздуха. Когда собака близко к земле, эти потоки бьют вниз и слегка назад, что толкает воздух как бы под морду, из-за чего воздух перед носом подтягивается ближе. То есть выдох толкает воздух назад и тем самым подтягивает воздух спереди. Дальше собака делает вдох, забирает новый образец и тут же анализирует его благодаря прекрасно развитой обонятельной коре. Так 5 раз в секунду. Обычно, когда собака что-то вынюхивает, это 5 раз в секунду по синусоиде. Вот что делает их нос таким точным прибором. Что интересно, так делают все породы. Каким-то образом в ходе эволюции оказалось, что эффективнее всего обнюхивать что-то 5 раз в секунду. Даже с бесконечно большими легкими, если бы собака просто постоянно вдыхала, охват был бы небольшим, а благодаря технике вдох-выдох он возрастает в 18 раз. Мы также продаем детекторы паров. Есть разные. Для наркотиков, взрывчатых, а также химические и биологически опасных веществ. Эти приборы всасывают воздух. Теперь же мы разработали и создали, по сути, ноздри, которые превращают детектор в подобие собачьего носа. В управляемых экспериментах мы размещали источник паров все дальше и дальше, и оказалось, что чувствительность новых моделей возросла в 16-18 раз. Ух ты! Лишь благодаря технике дыхания. Потуки воздуха можно разглядеть благодаря Шлириен-методу, о котором, кстати, я делал ролик. Это фара от автомобиля. Перед ней стоит конденсаторная линза, которая фокусирует свет лампы в точку. Затем свет рассеивается и попадает на зеркало. Представьте лучи в виде стрелок, абсолютно прямых. Они проходят через некую среду, у которой показатель преломления отличается от воздуха вокруг. Это может быть тепло от моей руки или газ с другой плотностью. Так вот, при этом лучи слегка смещаются, совсем чуть-чуть. Это называется рефракцией или преломлением. Затем они возвращаются. А здесь у нас полупрозрачное зеркало. Сперва лучи проходят сквозь него, а потом отражаются под прямым углом. Перед камерой установлено лезвие. Оно находится ровно в фокусе того большого зеркала. Край лезвия может двигаться туда-сюда, в фокальной плоскости. С его помощью я отрезаю те лучи, которые преломились, блокируя их. Если убрать край лезвия, свет может проходить спокойно, и мы получим самое обычное зеркало. Ничего интересного. Но если вернуть лезвие в фокус, на зеркале сразу проявится турбулентность воздуха. Подставьте руку. Да. Что ж, ваша Шлирен установка круче моей. А вот это метод теневой визуализации. Ух ты! Младший брат Шлирен метода. Принцип отличается, но не сильно. Теневой метод не так чувствителен, но с ним проще работать. Нужна белая стена да фонарик, и все в принципе готово. А как это работает? Правда, свет сфокусирован не идеально, но достаточно. Он проходит через более плотное горячее пламя со своим показателем преломления, и мы по сути видим тень пламени. Отсюда и название метода. Метод используется для визуализации различных течений в среде. С помощью него, например, можно определить скорость пули и даже громкость выстрела. Вот это летит наша пуля. Она быстрее звука, так как есть головная ударная волна. Очень слабая, видите? Еле заметно. Чуть-чуть быстрее одного маха. На самой границе. А вот выстрел из автомата АК-47. Здесь можно количественно измерить два аспекта. Во-первых, если сравнить с Миден-Вессен и АК-47, то мы заметим разницу вот в этой линии. У АК она не такая темная, а значит выстрел тише, звук не такой громкий. И линия бледнее? Вроде того, да. Горячие газы при выстреле расширяются, создавая ударную волну. По её фронту сильно меняются давление, плотность и температура воздуха. И чем сильнее, тем темнее будет эта линия на визуализации. Таким образом, по изображению мы можем узнать громкость выстрела. А здесь пуля летит со скоростью, пожалуй, 2-2,5 маха. Это можно довольно точно рассчитать. От любого движущегося сквозь воздух тела со скоростью звука расходятся волны давления. Так как эта пуля летит быстрее скорости звука, её волны давления сжимаются в одну коническую ударную волну. Вроде мини-звукового удара. Благодаря этому можно узнать скорость пули. Тинус угла равен отношению скорости звука к скорости тела. Есть ещё способ визуализировать потоки с помощью лазера. Он подсвечивает мелкие частицы. Например, можно увидеть пороховой след после выстрела. Это так называемый лазерный нож. Свет на месте, хотя я его почти не вижу, в защитных очках. Я вижу только в камере. Да. Вот здесь лазерный луч, который мы направляем через стеклянный стержень. Просто цилиндр из стекла. И он разворачивает луч в двумерную лазерную световую стену. Принцип такой. Частицы, например, искусственный туман, проходят сквозь стену. Их подсвечивает лазером. Мы активно изучаем оружейные выстрелы. Нас интересует всё, что получается после сгорания порохового заряда при выстреле из оружия. На этих кадрах с помощью света лазера и высокоскоростной камеры становятся видны клубы дыма, вылетающие после самого выстрела. Сразу заметна разница с вентиляцией и без. Смотрите, это всё пороховой след. Глазом его не увидишь, но он есть. Представьте такое в помещении. Пять выстрелов за пару секунд, и сколько материала. Что-то оседает на руках стрелка, но при этом, к сожалению, значительная часть рассеивается и остаётся вокруг. Дальше только интереснее. Вопрос. Возможно, отличить следы, оставленные стрелком, от того, что мог занести кто-нибудь, кто пришёл уже позднее? Мы сейчас как раз над этим работаем. Вот такие инструменты и методы мы используем в НИСТ. Количественные и не совсем. Но главное — реально работающие. В сфере общественной безопасности мы помогаем выявлять контрабанду. Все люди излучают тепло. Вокруг нас тёплое облако. Я покажу. Сейчас вы удивитесь. Видите? Это тепловой след человека. И знаете, из чего он состоит? Вода. А вот и нет. Клетки кожи. Ого. Мы сбрасываем кожу с пугающей быстротой. Не помню точное число, но много. Тысяча клеток в час. Мы постоянно выделяем эти частички. И это неплохо помогает в обнаружении следов. Как это? Когда речь идёт об отслеживании взрывных или наркотических веществ, работает фундаментальное правило. Принцип обмена лакара. Это из криминалистики. Любой контакт оставляет следы. Например, когда вы уйдёте, здесь останутся ваши микрочастички. Это неизбежно. Мы оставляем свою кожу, а что-то из среды уносим с собой. Если я делаю бомбу или занимаюсь производством фентанила у себя в подвале, я неизбежно загрязняю себя всем, с чем я работаю. На мне остаются очень-очень маленькие частицы. Современные системы обнаружения химагентов настолько чувствительны, что реагируют на единичные частицы, например, взрывчатого вещества. Представим, что в этой коробке бомба. Так? И на пропускном пункте её проверяют, например, как на таможенном контроле. У сотрудника есть анализатор, обычный детектор паров и всего 10 секунд на проверку. Куда направить детектор? Вот тут пригодятся наши эксперименты, чтобы знать, где проводить замеры. Вот это мы называем отрыжкой. Сейчас поймёте, почему. Внутри ацетон, и когда мы надавливаем на коробку, его пары выходят из всех щелей. Поэтому проще всего понять, что внутри, направив детектор на одну из них. Сбоку бесполезно. Сверху тоже. Надо вот тут, на углах, откуда содержимое пробивается из коробки наружу. А это довольно новый проект. Мы имитируем подпольное производство наркотиков. У нас есть немного талька. Слегка встряхну. Теперь откроем и надавим. Глазам ничего не видно. Зато вот на камере... Вот так просто не рассмотреть. Но благодаря тому, что лазер подсвечивает частицы, их можно увидеть. Проведем эксперимент. Я насыплю запрещенное вещество А в запрещенное вещество Б. И смотрите. Стоит только крышку снять. Берем ложку. Поднимается, вижу. О, да. Притом немало. Представьте, если кто-то занимается этим у себя в подвале и не понимает, что оставляет кучу следов на поверхностях. Точное количество не скажу, но оно впечатляет. Очень много, да? Разлетается повсюду. Очень, да. Сейчас выпустим дым. Готовы? Да. Мне нравится, как лазерный световой нож делает видимой турбулентность воздуха. Так можно самому проследить движение воздуха. Красота. Да. Справа вверху экрана график. Он в реальном времени показывает количество частиц в воздухе вокруг человека. Другими словами, это так называемое ингаляционное воздействие материалов, с которыми работает сотрудник. Показатели впечатляют. Ведь если это фентанил, а человек без маски, ему конец. Можно добавить флуоресцирующий порошок, чтобы сделать контаминацию еще более наглядной. Мы также используем количественный метод путем отбора проб с поверхностей. Это как брать мазок. Возможно, встречались с этим в аэропортах. Протягиваете руки, и сотрудник вводит по ним ваткой или бумажечкой. Так ищут следы взрывчатых веществ, которые могут остаться, если вы занимаетесь их изготовлением. Это дрон. Запись дрона в полете. И обратите внимание, как интересно завихряется воздух от его винтов. И вот вопрос. Можно ли каким-то образом использовать это, чтобы собирать образцы? Я вот о чем. Если мы лишь предполагаем, что где-то есть точка производства метамфетамина или фентанила, вызывать спецотряды, которые работают с опасными веществами, очень дорого. Это куча людей, оборудование и высокий потенциальный риск. Но если у нас есть дрон, залетаем в здание, летаем туда-сюда, на брюхе у дрона стоит уловитель, и поток воздуха от винтов поднимает частицы с поверхностей. Дрон как-нибудь их собирает и возвращается на базу. Проводим анализ, если все хорошо, отлично, если нет, вот тут уже вызываем спецотряд в химзащите. То есть, по большому счету, мы главным образом озабочены вопросами общественной безопасности. Вот чем мы тут занимаемся. В принципе, разработка масок тоже попадает под это определение. Когда началась пандемия, мы переключились на изучение эффективности масок. Эта голова имитирует дыхание человека, конкретно этот человек — я. Я замерил частоту своего дыхания и собрал пневматическую систему, которая его имитирует. Также туда встроен генератор дыма. Поэтому кажется, что манекен затянулся сигаретой и выдыхает дым. Кажется, будто сквозь маску ничего не проходит. Но на самом деле миллионы частиц пытаются вырваться наружу. И у некоторых получается. Ведь маска не герметична. Я написал код для обработки изображения. Берем видео, загружаем в программу, и она их анализирует. Считаем количество белых пикселей. Если надеть респиратор N95, все заснять, посчитать этой программой, угадайте, сколько пикселей загорится белым. 5%? Верно. Дышите, как обычно. При вдохе маска темнеет, а при выдохе светлеет, поскольку воздух нагревается в легких и уже теплым идет наружу. Интересно, как быстро при вдохе темнеет маска. Почти сразу же. Обратите внимание, край всегда темный. Эта часть маски прилегает очень плотно. медицинская маска меняет цвет сильнее. Да. У вас заметно, но не сильно. Сама маска просто тоньше, да? Да, поэтому тепло выходит сильнее. Мне кажется, сверху много выдувается. Да, именно. Если дышать, как обычно, там будет сильный поток. С масками было сложно. Сначала всем говорили, мол, они не помогают, не носите маски. Потом, оказывается, нужно носить. Носите тканевые. Нет, тканевые не работают. Очень сложно разобраться. Мы быстро поняли одну вещь про агитацию за ношение масок. Это нужно делать с умом. Поэтому мы сняли видео с Шлирон-методом. Ведь средний американец не будет читать научные статьи. Но ролик в полторы минуты посмотрит и увидит, как выглядит кашель с маской и без. Это мы и показали. У нас особое отношение с федеральными службами. Скажем, у бюро, которое нельзя называть, есть запрос в сфере безопасности. Они приходят вниз и говорят, нужен способ находить следы взрывчатых веществ на обуви. И наши специалисты начинают думать, а как лучше это сделать? И наоборот, как этого делать не стоит. Что мы будем измерять и какие нам нужны результаты? Всю систему приходится создавать с нуля. Нужно разработать стандарты для подобных измерений. Без этого никак. Мы выясняем все это в лаборатории, оформляем как следует и передаем службе заказчику, а они уже занимаются внедрением. Индустрии будет уже не так сложно реализовать идею, потому что мы подвели базу под это дело. Успех того видео с маской показал, что область применения самой технологии очень велика. Оценка качества воздуха. Можно взять зеркало побольше, посадить двух человек напротив и посмотреть, чем они обмениваются при разговоре. Что самое главное, визуализация потоков это важный инструмент для нашей работы. Он позволяет видеть, что происходит. Считать частицы на поверхностях это отлично, но теперь мы можем увидеть и отследить, откуда эти частицы взялись. Переведено и озвучено студией Верт Дайдер